В минувшем году Одной из самых востребованных тем Средствами массовой информации Был религиозный вопрос Государственная дума разработала законопроект По защите чувств верующих И хотя президент нашей страны Не подписал этот законопроект Вопрос остается актуальным И в нынешнем году А кто защитит чувства атеистов? Виталий Семенович, скажите пожалуйста В вашей жизни когда-нибудь Было, что ваши чувства Чувства верующего человека Оскорблялись? Конечно И во время Советского Союза Это было нормой Поскольку я не был даже пионером Не был конечно же комсомольцем И в школе мне было непросто Меня называли богомолом Вот меня Выгнали даже из школы Из 10 класса Потому что я по субботу в школу не ходил Министерство образования Республики в которой я учился Вот приняло такое решение Да и вместе с тем Вместе с тем жизнь вот так вот прошла И сейчас в наши дни Сплошь и рядом Мне приходится сталкиваться с такими вещами Когда называют сектантами Всех подряд За исключением Той доминирующей конфессии Христианстве Которая у нас в России есть И это оскорбление Но она не воспринимается как оскорбление Давайте мы тогда все-таки Определимся с понятиями Есть такое понятие Как права человека Конечно А что же такое чувство Это ведь такое очень по-моему эфемерное понятие Что значит оскорбить чувство человека Религиозное чувство Оскорбить человека и его чувство Это означает не что иное Как унизить его достоинства Это означает нарушить статью федерального закона Российской Федерации Где говорится прямо Ни одна религия Ни одна конфессия Не должна умалять достоинства и чести человека Конституции Российской Федерации Подтверждает это основной закон Российской Федерации Где тоже говорится определенно и конкретно Что человек свободен в выборе Либо исповедовать любую религию Либо не исповедовать никакой Это право человека И очень хорошее право И правильное право То есть, насколько я понимаю Вы являетесь сторонником подписания данного законопроекта Как раз нет Почему? Не являясь Потому что защищать права верующих людей Достаточно уже у нас Не права, а чувства Давайте все-таки определимся с понятиями Мы говорим сегодня о чувствах верующих С правами более-менее понятно Чувства верующих Как можно защитить? Ну что такое чувство? То есть, это религиозный внутренний настрой Который испытывает человек Который исповедует так, как ему позволено На основании его совести Его опыта жизненного Его знаний, которые он обрел когда-то В далеком прошлом или в недалеком прошлом Это и есть чувства Религиозные чувства Скажем, я по природе протестант Это мое право Исповедовать протестантские чувства Убеждения Понятия Определения Это мое право И почему меня должны Вот за это Право мое Тогда почему против этого законопроекта? Потому что если он будет принят Я опасаюсь, что снова будут Открыты Лагеря Потому что, к сожалению, великому Он будет работать только в одном направлении Вот почему я опасаюсь Подписания вот этого законопроекта А что вы имеете под одним направлением? Я уже сказал Доминирующая Деноминация Но вы знаете, я вот здесь хочу возразить Потому что очень многие Священнослужители Русской Православной Церкви Сегодня тоже Вы, может быть, удивитесь Выступают против подписания этого закона В частности, один из ярких Известных служителей, Андрей Кураев Сказал о том, что он опасается Что этот закон будет развернут Против самой Церкви Потому что тогда он, как священнослужитель Уже не может обличать И указывать на заблуждение Других религиозных учений Потому что в этом случае Он уже сам выступает Как оскорбителем религиозных чувств других Очень хорошо Вот здесь вот с Андреем Кураевым Мы солидарны Вот в данном вопросе Он остерегается со своей стороны Что может быть обвинен В ущемлении религиозных чувств других людей Мы опасаемся, что это будет направлено Против всех Кто не так мыслит Так верит Так убежден Так такую практику христианскую Исповедует Мы опасаемся этого Поэтому и правильно, что он пока не принят И будем надеяться, что он не будет принят никогда Есть мнение, что причина, почему этот законопроект Разрабатывается в том, что наше общество Сегодня оно не справляется С той свободой самовыражения Которая на это общество свалилась И мы видим эти проявления Мы видим события, которые происходили В храме Христа Спасителя Мы видим о тех выставках Которые устраиваются То есть фактически возникает конфликт Конфликт между верующими И теми, кто не является таковыми То есть вы тем не менее считаете Что закон такой не нужен Но это моя, может быть, частная Личная точка зрения Я считаю, что он не нужен Достаточно у нас законов И права международного в том числе Которые защищают убеждения верующих людей Всех направлений и динаминаций Достаточно у нас и Конституции Российской Федерации Я повторюсь, и федерального закона О свободе совести в религиозных объединениях Поэтому этот закон не нужен Ну, вообще, юристы говорят Что вот с юридической точки зрения Определить понятие оскорбления Именно чувства, не прав, а чувства Очень сложно Очень сложно понять Потому что один человек более ранимый Другой менее ранимый Вообще, христианина разве можно оскорбить его чувства? Хороший вопрос Настоящего христианина, конечно, чувства оскорбить нельзя Как скажем... Павел же написал одному ученику Что все желающие жить благочестиво Будут гонимы Да То есть уже сам факт принятия христианства Подразумевает собой Что человек может быть подвергнут гонениям За свои убеждения, за свою веру Это естественно Только очень печально Когда эти гонения Провоцируются со стороны самих же христиан Как это было Начиная с раннего христианства Скажем, с 4 века, с 4 столетия Начались репрессии христиан на христиан И так они прошли Вплоть до 1793 года Это страшные вещи До 18 столетия Прошли вот такие вот Репрессии Гонения со стороны Известной Конфессии Опять же В христианстве Это проблема серьезная Но вот вы говорите О чувствах верующих А тем не менее Что? Разве у неверующих Чувства другие? Чем они отличаются? Получается, что мы сейчас Говорим о том, что У кого-то есть Большие преимущества Да? Какая-то возникает Каста То есть уже по определению Если я верующий человек То у меня есть преимущество Перед атеистом Агностиком Человеком, который Вообще не является верующим К сожалению Вот сегодня в России Такая тенденция Обнаруживается Если вы атеист То у вас возникают Серьезные проблемы Как все быстро поменялось Во время Советского Союза Было с точностью Да наоборот Как раз Если вы убежденный Атеист И коммунист То у вас И продвижение По служебной лестнице И так далее И так далее Но если вы верующий человек У вас могут быть проблемы И они действительно были Сейчас наоборот стало Если вы атеист То у вас нет никакого Продвижения По служебной лестнице Даже в рядах МВД Например Я вот недавно был В Москве На научно-практической конференции Которая называлась Секуляризм Угроза современному обществу И там выступал Полковник МВД Я не буду называть его фамилии Он говорил прямо Доклад у него был Он говорил прямо Что если вы атеист И в рядах МВД Находитесь У вас проблемы будут По продвижению По служебной лестнице Странная ситуация Не правда ли? Ну так вот Возвращаясь к вопросу Чувство атеистов Отличается от чувств Верующих? Наверное Чувства одинаковы Что у атеиста Что у верующего Это его неотъемлемое право Которое дано ему Богом по определению И он может иметь Эти чувства Либо как человек верующий Либо как атеист Это его право И Бог Не посягает на это право Что опять-таки интересно Само по себе Потому что когда Бог Создавал человека Он наделил этой свободой Выбора человека И правом выбора Вот Бог почему-то Уважает Выбор И чувства Любого человека Но вот к сожалению То есть проблема Исходит не от самого Бога Не от его принципов А исходит от тех людей Которые называют себя Сегодня людьми верующими Так? Вот к горькому сожалению Да Ну потому что Когда сегодня на экранах Видишь таких вот Воинствующих христиан Которые называют себя Верующими людьми То становится как-то Не по себе Вспоминается роман Стругацкого Трудно быть Богом Там тоже в результате переворота К власти приходят Религиозные силы И для народа Это не является благом Так каким образом Сегодня можно И нужно защищать Права или чувства атеистов Нужно ли вообще? Получается что да Нужно Вот Опять же К сожалению горькому И наверное Чем дальше влез Тем больше дров Как на Руси у нас говорят Да Чем ближе Или больше Дальше продвигаемся Мы в течение времен Тем более Это ярче будет Вырисовываться Представляться Высвечиваться Когда атеисты Нуждаться будут В защите Их прав Их убеждений Их чувств Парадоксальная ситуация Если человек свободен По определению По божьему определению То не имеет права Никто посягать На его свободу На его чувства На его самовыражение Веры или не веры Это его право В конце концов И он ответственен И он ответственен В данном случае Перед Богом А не перед обществом Не перед Извините меня Церковными Какими-то Иерархиями Он ответственен Лично перед Богом Как индивидуум Как человек Созданный По образу и подобию Бога Он имеет на это Право Выражать Свои убеждения Так как он Выражает их Но вы не считаете Что сегодня Идет некий Такой накат На традиционные Религии На христианство На тот же ислам Появляются Например Карикатуры Появляются Какие-то выставки Где На мой взгляд Намеренно Делается так Чтобы оскорбить Попытку Оскорбить Спровоцировать Верующих На какие-то Ответные действия Нет какого-то Такого Как говорят сегодня Тренда В этом направлении Ну видимо Есть С одной стороны Конечно Здесь Может быть В исламе Я не говорю О традиционном исламе Там же есть Множество направлений В исламе Ну я вам приведу Просто сейчас Извините Пример В Саудовской Аравии Например Некоторые верующие Посчитали оскорбительным Когда самолет пролетает У него тень Как в виде креста Некоторые посчитали Что это есть Оскорбление Их чувств В данном случае Срабатывает фанатизм Вот такое страшное Убеждение Преследование Целей Без размышления Вот это фанатизм Фанатизм Вообще он опасен Любой религии Независимо Мусульманство Это ислам Или это христианство То есть вы считаете Он вообще присущ Любой религии Да к сожалению Он присущ Любой религии Фанатизм Вы разницу не делаете В любой религии Его проявления Абсолютно одинаково Одинаково Абсолютно верно Это проблема Не должно быть фанатизма Он должен быть Абсолютно исключен Из сообщества Верующих людей Независимо Кто это Или это индуизм Или синтуизм Или иудаизм Или конфуцианство Буддизм И так далее Не должно быть фанатизма Не должно быть Чувство превосходства Над другими людьми Какими бы они ни были Вот это проблема А вы не считаете Что вот этот законопроект Он может навредить Верующим людям В каком смысле Вот возьмем огурцы К примеру Есть огурцы Которые растут В парнике Или в оранжерее Они все одинаковые Похожие Ветер их не обдувает И наоборот Есть огурцы Высаженные на Открытом грунте Которые Они подвержены Всем ветрам и солнцу Но вы знаете Что эти огурцы Вкуснее Сочнее Они жизненнее Не получается Что мы пытаемся Сегодня через Вот эти законопроекты Создать какой-то вакуум Для верующих людей Где они должны Быть защищены От любых нападок Я с вами здесь согласен Действительно Христос говорил так Меня гнали Гнать будут и вас Мое слово соблюдали Будут соблюдать и ваши Что этого бояться Да Естественно Настоящий христианин Который Живет В согласии С принципами Евангелия Он всегда Вызывает Какое-то чувство Неприятия Со стороны Общества По той простой Причине Что он служит Или является Вызовом Для их жизни Он как бы является Критикой Их образа жизни И это вызывает Отторжение Так было всегда Так было во все времена Так Есть сегодня И так будет До второго пришествия Христа Знаете Есть такой у меня пример Я вспоминаю Однажды ко мне Обратилась одна Новообращенная Христианка Была воцерковленная Она попросила меня Посетить ее дом Ее семью Потому что По ее словам Ее все притесняют Ее там все обижают Она крестилась Она стала верующим Человеком Ее чувства Оскорбляются Домашними Но когда я посетил ее дом И познакомился с ее мужем С ее детьми То я понял Что защищать надо Как раз не ее А их От ее вот этого Такого неофитства От вот этой вот Можно сказать Агрессии То есть вот эта проблема Она сегодня остается И среди моих друзей Знакомых Людей Которые не являются Сегодня верующими людьми Нейтральными У них есть сегодня Вот эта обеспокоенность Что их чувства Тоже могут быть затронуты И они нуждаются Так же в защите Да Получается что так Это действительно правда Сами христиане Порой Провоцируют И отталкивают Других людей Даже и близких Своих и родных Вот своим таким Фанатичным отношением К религии Отталкивают Других людей От Принятия Христа Скажем Как говорил Христос О книжках И в России С того времени В первого века Вы обходите море И сушу Чтобы обрести Хотя бы одного А когда находите его Делаете Хуже себя В несколько раз Значит Предлагая им Быть сынами Диены Огненной Иными словами Вы пытаетесь Людей обратить В веру Обходите море И сушу Для этого Но когда их обретаете Делаете хуже Чем вы есть сами Какой смысл В таком обращении Тогда И в таком христианстве Ведь христианство Подразумевает Действительно Уважение всех других людей А вот вы считаете Возможен вообще Диалог Между верующими людьми Атеистами К примеру Возможность договориться Как говорится На берегу О правилах О взаимоотношениях Кто Что может делать И что не может Сегодня Такая тенденция Сложилась У нас в стране Что именно С атеистами Больше у нас Точек соприкосновения Нежели с верующими людьми В нашей России В стране стало Взять Например Такие правоохранительные Правозащитные Вернее Организации Как Общероссийская Общественная организация Содействия и защиты Свободы и совести В скобках Марс Туда входят В основном атеисты Люди неверующие Люди высокообразованные Интеллектуалы Люди мыслящие Люди Глубоко Сопереживающие О России И о будущем Да В том числе Люди Которые Заботятся О свободе Совести В нашей стране Атеисты Они сегодня Об этом переживают Я так понял Из нашей сегодняшней дискуссии Что для верующего человека Настоящего христианина Не существует Такого понятия Как оскорбление чувств Потому что В действительности Для него Это является радость Как говорил апостол Петр Радуйтесь Когда вас Гонят за Мое имя Когда вы страдаете За имя Христова Вы согласны с этим? Здесь есть Один такой нюанс Он в общем заключается Пока существуют законы Которые гарантируют Право свободы И право совести Исповедовать свободно Любую религию Или не исповедовать никакой Надо апеллировать К этим законам Как апостол Павел Тот же Когда его в Риме Ремнями растянули И хотели бить его Без суда И следствия Он сказал Я римский гражданин Как вы собрались Меня бичевать Без решения суда? Его тотчас Развязали И отпустили Есть законы Законам можно апеллировать Пока они есть Хорошо Спасибо Виталий Семенович За участие в беседе Будем надеяться Что в России Будет такое законодательство Которое позволит Всем ее гражданам Чувствовать себя свободными И счастливыми Это была программа Контраста души До свидания Утро Это начало дня Рождение Начало новой судьбы Начало Вдохновляет Новое Дает надежду Мы считаем Что каждый человек Может начать Новую жизнь Открыв Однажды Библию Если многое в ней Вам покажется непонятным Не огорчайтесь Это начало пути Мы с радостью Поможем Вам преодолеть Сложности Заочные библейские Курсы Новая жизнь Это изучение Библии По урокам Которые По вашему желанию Мы будем вам Регулярно Бесплатно Высылать Когда вы Выполните Половину уроков Мы пришлем Вам в подарок Книгу Путь ко Христу По окончании Курсов Вы получаете Бесценный подарок Библию Заявки Присылайте По адресу 603-028 Нижний Новгород Абонентский ящик 9 Телепрограмма Лицом к лицу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова